Здравствуйте дорогие друзья, доброго времени суток, это новое видео по Мортал Комбат Анслоуд, он же Мортал Комбат Натиск, сегодня мы будем с вами рассматривать со всех сторон боевой веер Китана. Знаете, очень часто натыкаюсь в телеграм-канале Мортал Комбат Анслоуд, кто не в курсе, да, у нас есть телеграм-канал, ссылку на него найдете в описании к этому видео, подписывайтесь, у нас там просто приятная атмосфера, общаемся, обсуждаем различные тактики, стратегии и так далее. В общем, наткнулся я на такого рода вопрос, вот в частности в сюжетном режиме Скорпиона Мортал Комбат 1 очень часто пишут, там, нужен боец ближнего боя, физического урона, нужен боец такой, нужен боец сякой, и многие не знают, куда же нажать, чтобы выяснить, кем является тот или иной боец. Все очень просто, вот видите, вот у нас экран просмотра персонажа, нажимаете на вот этот пиптик, который выглядит как график, она же статистика, и в статистике видите внизу экрана метки бойца, ближний бой, внешний мир, физический урон, дух и ассасин. Естественно, в зависимости от того, на какого персонажа нажмете, будут зависеть вот как раз-таки его характеристики. Помимо всего, вы можете нажать на description и поставить метку в клуб, и все возможные параметры вам откроются с описаниями, вам наконец-то станет понятно, что такое меткость, проворство, стойкость, мастерство и так далее и тому подобное. Для меня лично это интересная и нужная информация, потому что периодически непонятно, что за что отвечает, да? Но, приближаемся все же к Китане, сегодня у нас обзор именно этого персонажа, Скорпион Mortal Kombat 1 мне по-прежнему не выпал, на моем основном аккаунте открыто более 60 призывов, ни одного Скорпиона. Здесь открыто, я не помню сколько, потом в конце видео посмотрим. Естественно, начинаем со способностей. Спецприем называется ядовитый вихрь, Китана вызывает бушующий смерть. Что с дикцией, что с языком? Смерч, который наносит урон врагам, попавшим в его область действия. Если смерч поражает четырех или более противников, то появляется гнилостный дым, который на какое-то время накладывает яд на врагов, оказавшихся в ловушке хаоса. На седьмом уровне смерть становится больше, то есть радиус действия смерча становится больше. Давайте на всякий случай нажму на кнопку все уровни, пролистаю все уровни, чтобы вы имели возможность посмотреть. Потому что в Mortal Kombat Unload, если у тебя персонаж закрыт, ты не можешь посмотреть его характеристики, ну просто ознакомиться с персонажем. Пассивная способность, это же у нас правильно? Да, пассивная способность, сокрытая в тени. В начале боя китана телепортируется позади врага класса поддержка с наименьшей защитой, а затем атакует его, нанося урон и игнорируя защиту. Если атакованный враг имеет родственность ум, на него накладывается яд на какое-то время. Пассивная способность, как во мне, достаточно ситуативная. А если враг не умный, не относится к родственности ум, то, соответственно, половина пассивной способности работать и не будет, получается. Я не очень люблю такого рода пассивные способности, но в данном случае имеем, что имеем. Поверьте мне, китана и без вот этой пассивной способности умеет наносить достаточно потрясающий урон. Автоспособности. Китана размахивает своими боевыми веерами, нанося урон врагам, которые оказались в радиусе 180 градусов перед ней. И если получивший урон противник страдает от оглушения, веера также на какое-то время накладывают на него яд. И на всякий случай, опять же, да, тыц, нажимаю на все уровни. Стараюсь максимально быстро все читать, максимально быстро все показывать, потому что телефон уже очень сильно нагрелся, а это я еще не играл. Смертельный поток. Еще одна автоспособность. Китана атакует, делая полный оборот и нанося урон врагам вокруг нее. Мастерство китаны придает смелости ей самой и ее союзникам с родственностью дух, что на какое-то время дает им усиление критического урона. На всех уровнях показываю. Так, хорошо, есть, спасибо. Движемся дальше. Комплект снаряжения. Я лично вижу ее супер-бупер атакером. Именно поэтому я собрал комплект для критического удара. Вот одна тыц снаряга, вот вторая тыц снаряга. И комплект для атаки. Плюс 25% у нас есть еще к атаке. Вот, вот, вот и вот. Значит, зеленую снарягу, как видите, я не прокачиваю, потому что я не вижу смысла в прокачке зеленого снаряжения. Рано или поздно вы все равно ее смените, как минимум, на синечку или на фиолетовую снарягу, которая, естественно, будет гораздо сильнее. Поэтому я не вижу смысла в зеленую снарягу вливать какие-либо ресурсы. Ну и, как это называется, реликвия стоит вот такая вот. Не бог есть какая, но у меня других реликвий нет. Это лучшее, что я могу предложить китане. И, конечно же, как по мне, этот персонаж больше всего подходит в режиме бездна. Почему? Ну, потому что вы помните о ее пассивной способности, о ее спецприеме. То есть мы должны китану выпускать в те бои, в которых присутствует максимально большое количество противников. Вы играете в Mortal Kombat Unslot. И если вас заинтересовало какое-нибудь донатное предложение во внутриигровом магазине, но вы не знаете, как помочь себе в плане того, чтобы задонатить, потому что возможности доната в вашей стране нет, советую вам обращаться по ссылке к этому видео. Официальный донат оформится с помощью именно этого человека. Обращайтесь. И вот я приготовил один из подобных боев, чтобы мы максимально увидели действия этого персонажа. Значит, есть у нас китана в команде, есть шаукан и синдел у меня есть еще красотка. Почему шаукан нужен китане? Ну, во-первых, данный шаукан умеет оглушать. Конечно, эффекты оглушения можно добиться еще и посредством реликвий. Но данный шаукан умеет и просто с обычных камбушек оглушать своих противников. Плюс к всему, у шаукана в его пассивных способностях имеется вот такая штука. В начале боя шаукан поддерживает союзников из внешнего мира. А китана как раз таки оттуда. Бонусом к максимальному здоровью. Если шау сражается вместе с союзниками из других миром, то они также получают бонус к максимальному здоровью. Но это нас уже не очень-то интересует. Главное, что у нас есть бонус к здоровью для союзников из внешнего мира. Поэтому китана у нас будет более стойкая. Ну все, нажимаю кнопку в бой. Целых 6 минут болтал, но в этой игре по-другому невозможно. Нужно обсудить пассивку, нужно обсудить 2 автоатаки, нужно обсудить спецприем, нужно обсудить комплект экипировки, который ты нацепил, да? И, соответственно, нужно еще обсудить реликвию. Так, пока что просто ждем. Пока что просто ждем, никакие спецприемы не нажимаем, ничего пока что не прожимаем. Я буду ждать, когда куча Джонни Кейджев появится. А они появятся, поверьте мне. Вот прям сейчас. Смотрите, сколько их много. И сюда просто потрясающе заходит китана. Единственный минус, это, конечно же, то, что максимально долго копится ее спешл. Так, вот, 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 прям в 4 Джонни Кейджа сразу. И, видите, вихрь был такой, зеленого цвета. То есть, если менее 4 врагов, вихрь получается, соответственно, просто обычный. Он синего, по-моему, или синего, или голубого цвета. Когда более 4 врагов, 4 и более, да? Вихрь подсвечивается зеленым цветом. И, соответственно, на врагов еще накладывается эффект яда. Достаточно удобно, достаточно прикольно. И я думаю, что мы еще раз сходим на этот бой. И просто посмотрим, сколько по урону наносит вообще китанушка. Она иногда выдает очень интересные цифры. Иногда это бывает даже больше, чем фуджин. Фуджин считается одним из самых топовых дамагеров. Но китана периодически действительно его обскакивает. Вот так смотришь, она вроде бы особо-то и не дамажит. Но вся фишка как раз-таки заключается в ее вот критах, в ее особенностях, пассивках и комбушках. И вроде бы как она себе там потихонечку стоит и бьет. Но периодически у нее супер просто цифры выскакивают от ее спешл. Критует она действительно очень неплохо. Плюс ко всему она свои криты, естественно, распространяет еще и на союзников. Вы помните, да, какого класса? Здесь я просто активирую Шаокана, ну, на всякий случай, да, чтобы он не стоял просто так, а то что он просто так стоит. И опять же кидаем вихрь сразу на четырех противниках. Оп! И все. И они теперь еще страдают от эффекта яд. Пока что я, честно, не понял, есть ли в Mortal Kombat Unslot такая фишка, что вот, допустим, наложился эффект яд. И когда яд до конца сжирает союзника, союзник откидывается или же нет. Ну, знаете, вот как по примеру Injustice 2 Mobile. То есть вы можете наложить длительный урон на противника, но противник не скончается от этого длительного урона, как ни крути. Итого, обратите внимание на дамаг, да. Просто королева дамага. Помимо всего прочего, я еще и поднял ей звездочку. То есть изначально Китана вам, если выпадет, она выпадет вам на четырех звездах. Но с помощью душ я поднял ее до следующей звезды. Я не знаю, насколько вообще нужно идти на арену. Я вам объясню почему. Потому что крайне сложно найти противников, которые будут соответствовать твоей опасности. Арену получается там, я не знаю, два-три раза в день побить. Вот прям не более. Но вот 247 тысяч опасность противника. Можно, в принципе, попробовать посражаться. Команда-то у меня достаточно дамажная. Но давайте попробуем. Нажмем в бой хотя бы один бой в сутки. Но однозначно надо проводить. Хоть немного повышаться в рейтинге. Я по-прежнему тоскую и грущу по поводу того, что у меня не получается достать Скорпиона из Mortal Kombat 1. На основном аккаунте просто все возможные ресурсы я уже потратил. Я уже скупил все эти синенькие сферы в магазине события за валюту события. Ну вот просто не падает и все. Но вот хоть ты стреляй, я не знаю, что надо делать. На других посмотришь, вот реально там с первого, с второго, с десятого набора на людям выпадает. Мне ну просто, вот просто не падает. Я впервые сталкиваюсь с тем, что ну просто огромнейшее количество наборов открыто. И как бы никакого толка в этом нет. Ну просто не выпадает. Свинячество, свинячество. Ух ты, вражеская синдел добила моего фуджина. А вот я вот сейчас возьму и вот сюда как запущу свой вихрь. И вот то, о чем я говорил. Вот вроде бы кажется, что там дамаг и не особо какой-то прям великий. Но на самом деле финальные цифры, они выходят очень неплохие. Сейчас, если вы заметили, Китана прям очень неплохие криты выдала. Плюс она, конечно же, бафает Шаокана, а Шаокан бафает ее. По-моему, очень неплохо. Так, Шаокану включаю неуязвимость. Очень удобно. Кстати, мне кажется, что, ну по моему личному мнению, 4-звездный Шаокан гораздо более полезный, чем 5-звездный. Еще фишка спешла Китаны заключается в том, что она мгновенно во время спешла телепортируется к тому противнику, на который вы укажете предмет атаки, да? И только лишь она запустила свой вихрь, оп, и телепортировалась к изначальной точке. Здесь Синдел больше красотка, здесь Синдел больше дамага выдала. Но Китана, посмотрите, она не особо-то отстает. Фуджина как бы вырубили, он всего лишь 90 тысяч дамага успел нанести. Китана нанесла 184 тысячи дамага. Очень, очень и очень неплохо. Не стоит, кстати, забывать о том, что на Фуджине еще и более топовая реликвия стоит, чем на Китане моей. Поэтому здесь момент достаточно такой спорный. И, конечно же, по примеру боя в Бездне, Китана должна неплохо заходить в бои против Кванчи, против босса Кванчи, потому что вы знаете, что там тоже куча они появляется, которая атакует вас постоянно. И, соответственно, я пробовал, мне, в принципе, зашло. Мне зашло использование Китаны в башне Кванчи. Вы знаете, я решил, что я потрачу и на своем новом аккаунте вот эту валюту события на приобретение голубых сфер. Как они там? Сферы разума или как они называются? Ну-ка, мне можно... Да, сферы мастера, сферы мастера. Вот как правильно это называется. В общем, я покупаю на все, гуляю на все сегодня. Все возможные сферы мастера я покупаю сейчас в магазине события. И кто его знает? А может быть, Скорпион из Мортал Комбат 1 выпадет хотя бы на этом аккаунте мне? Было бы тоже, в принципе, неплохо. Я бы не отказался и одинаково на том и на том аккаунте играю. И если мне Скорпион из Мортал Комбат 1 выпадет на моем аккаунте новичка, я лично буду только за. Конечно же, это будет потрясающий буст аккаунта. Тем более, что Скорпион из Мортал Комбат 1, он действительно топовый. Он мощный. Ну, а вот как бы снарягу для фаталки Скорпиона, ну, достанем откуда-нибудь еще. Я не думаю, что это будет такой супер-пупер эксклюзив, который будет продаваться только в магазине события. В любом случае, рано или поздно магазин события перезапустят, потому что перезапустят рано или поздно само по себе событие. Но, может быть, тогда. И вот в итоге, да, у меня на данном аккаунте уже 27 призывов Скорпиона в Мортал Комбат 1 было завершено. И ни одного Скорпиона, соответственно, не было. Прямо сейчас нажимайте на пальцы вверх. Пожалуйста, поддерживайте меня. Давайте танцевать. Ритуальные танцы. Я не знаю, там, читать заклинания. Мне крайне нужен Скорпион из Мортал Комбат 1. Ну, вот как? Ну, вот как его достать? Надеюсь, что сейчас наконец-то мне улыбнется удача. Ах, в общей сложности призывов было уже максимально много. Нет, конечно же, до свидания. Вот, кстати, я считаю, что в такого рода наборах не должно быть вообще миньонов вот этих бесполезных. Ну, хотя бы их могли бы убрать для приличия, да? Но у нас сегодня есть 10 шансов. Уже поменьше, конечно. Уже 8 всего лишь шансов имеется. Так, давайте, 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 давайте. Ну, дайте мне Скорпиона из Мортал Комбат 1. Ну, пожалуйста. Вот опять, да? Три набора подряд открыто за достаточно серьезную валюту внутриигровую. И три раза выпадает просто дерьмище. Ну, вот как можно относиться? Четвертый набор опять мимо. Китана выпадает. Спасибо. Спасибо, не нужно. Пятый набор. Пятый набор. Это только за сегодня, да? В общей сложности гораздо больше. Спасибо. Комбо Рейдена прокачалось уже. То есть, Рейден мне выпал, получается, 4 раза уже. Скорпион ни разу. Эх. Походу, опять ничего. Я, конечно, вот сижу, говорю ничего. Но справедливости ради стоит сказать, что я до последнего надеюсь на то, что он мне выпадет. Снова мимо. Снова мимо и снова срань. Ну, неужели даже 4 звезды не выпадет? Монах. Мне выпадает монах, друзья. Как будто выпадает Скорпион Mortal Kombat 1 с первого призыва. Мне выпадает монах. Все нормально. Продолжаем работать. Вы обратили внимание, что достаточно долго уже не было новых видео по Mortal Kombat Unsword? А все потому, что в какой-то момент я настолько распсиховался, разнервничался. Нахрена мне ваш Джакс нужен? Ну, вот. Ну, просто потрясающе. И я в какой-то момент, честно, вот прям честно максимально говорю вам. Я вообще хотел забросить эту игру, потому что, ну, просто стимула нет никакого. Абсолютно. Столько наборов открыть, не получить вообще ничего. Вот серьезно. Вот опять меня начинает бомбить. Два раза подряд мне выпадает Джакс. Ну, ну как это? Ну, вот скажите мне, сколько вероятность... Покажите мне, у меня последний набор остается. Все равно, понятное дело, мне ничего не выпадет. 16,5% вероятности на 4 звезды, в принципе, и конкретно на Джаксов 1,269% выпадения. То есть, Джакс мне выпадает уже около трех раз, по-моему, из этого набора. Скорпион не выпадает ни разу. Ну, скажите мне, ну что это за просто дебильнейший рандом? Последний набор. Ну, естественно. Естественно, о каком Скорпионе идет речь? Опять Джакс? Нет, это не Джакс, это Синдел. Ладно, Синдел еще куда не шло. А куда делось освещение, кстати? Очередной баг. Пожалуйста, добро пожаловать в студию. Ой, не кричи, все. Синдел, спасибо, что выпало. За Синдел я играю. Синдел красотка. Синдел потрясающий демагер. Ну, все. А что я могу вам еще сказать? И здесь уже практически половина возможных наборов открыты. Скорпиона как не было, так и нет. Я не знаю, как на это реагировать. Я поздравляю тех, кому он выпал. Мне он не выпал. Ни на основном аккаунте, ни здесь. Все, на этом я видео свое заканчиваю. Основная тема была освещена. Китана, боевой веер. Топовый персонаж. Если она вам выпала, однозначно обратите на нее внимание. Однозначно советуется к прокачке. Потому что дамаг бешеный она выдает. Но вы должны понимать, что этот персонаж достаточно ситуативный. Это не универсальный персонаж, как по мне лично. Потому что, чтобы получить максимальную выгоду от этого персонажа, вам нужно сражаться в тех режимах, в которых много врагов. Это, как я уже и сказал. Допустим, башня Куан-Чи, это, допустим, Бездна, это, возможно, и режим истории. Почему нет? Потому что там, как бы, тоже, да, нас атакует одновременно достаточное количество миньончиков различных. Поэтому Китана, она крута, но с одним «но». Какое «но» я уже сказал выше. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Mortal Kombat and Slot, на мой личный телеграм-канал, ну и на канал Mobile Gameplay в целом. Ставьте пальцы вверх. Пишите обязательно комментарии под этим видео. Делитесь своим мнением об этом персонаже. А я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч.